Телеканал КРТ Появились лозунги «Жизнь у черных представителей ЛГБТ имеет значение» и «Любовь черных имеет значение». Как-то тревожно мне становится за анальную девственность белых американских натуралов. Хотя, несомненно, что протесты как против расизма, так и против полицейского произвола или социального неравенства имеют под собой вполне реальные основания, однако абсурдность форм солидарности с жертвами начинает напрягать многих, независимо от цвета кожи. Американское издание National Review анализирует троллинг черным ютуберам с ником Смуф Санчес, либеральных представителей белой расы. То, что это троллинг, Санчес откровенно написал в своем твиттере. Типичный эпизод таков. Санчес подходит к белой женщине и заявляет, что является представителем движения Black Lives Matter. Затем он утверждает, что его руководитель в BLM поручил ему найти белых людей на улице для прямой трансляции и поставить их на колени в знак солидарности с Джорджем Флойдом. Когда она становится на колени, а это легко удается Санчесу в большинстве случаев, он просит ее извиниться за свою белую привилегию, удалось пять раз, или даже признать, что она причастна к преступлениям против меньшинств в силу своего белого происхождения, зафиксирована дважды. Если в какой-то момент белая женщина отказывается следовать указаниям Санчеса, он стыдит ее, называя фанатичной расисткой или сторонницей превосходства белых. Судя по всему, немалая часть либеральной белой интеллигенции уже вполне готова выйти с плакатами «Нам стыдно быть белыми». На самом же деле, если уж проводить параллели, то происходящее сегодня на Западе напоминает последние годы Советского Союза, когда ранее мифологизированные герои объявлялись злодеями, важнейшие победы – поражениями, главные достижения – плагиатом. Отсюда вытекало, что созданное на одной шестой суше государство – это неудачный эксперимент, а его жители – лузеры, не имеющие перспектив. С некоторыми вариациями подобные концепции сейчас пытаются навязать Соединенным Штатам и Западной Европе. Да, первые президенты США были рабовладельцами. Вопрос в том, перечеркивает ли это все их иные заслуги, если в те времена рабовладение считалось нормой. Американскому обществу навязывают еще недавно неприемлемый ответ – да, перечеркивают. Странно только, что никто еще не требует запретить Демократическую партию США, созданную южными плантаторами рабовладельцами в 1828 году и защищавшую институт рабства. Кстати, Линкольну уже припомнили, что он был противником права голоса для черных. Впрочем, Линкольн был республиканцем, как Трамп. А этот памятник находится под угрозой сноса, ибо освобожденный Линкольном черный раб уже избавился от кандалов, но еще не встал в полный рост рядом с Линкольном. Кстати, американский журнал «Популярная механика» дает советы, как правильно на научном основании валить памятники. Материал вполне актуальный после случая, когда статуя президента Южной Конфедерации при падении раздавила потом короба. Британия в гонке абсурда, похоже, способна опередить свою бывшую колонию. Так, The Sunday Times уже подсчитала, что треть национального богатства Британии состоит из имущества, приобретенного за счет прибыли от работорговли. Газета Guardian активно поддержала снос памятников, связанных с рабовладением. В связи с чем газета Daily Mail призвала закрыть саму Guardian, которая поддерживала конфедератов и проклинала Линкольна за отмену рабства в США. Была создана соответствующая петиция, которую уже поддержали тысячи британцев. Кстати, продолжая параллели, анонсированный вывод США своих контингентов из Афганистана и Европы напоминает вывод войск СССР из тех же регионов, что на фоне потери культурно-идеологической привлекательности воспринимается миром как отказ от имперского статуса и начало тотального отступления. 13 июня во время выступления в военной академии в Вестпойнте Дональд Трамп заявил выпускникам, что Америка завершает эпоху бесконечных войн. Цитата. «Каждый из вас начинает карьеру в армии в решающее время американской истории. Мы восстанавливаем основополагающие принципы, согласно которым работа американских солдат заключается не в перестраивании других стран, а в защите нашей страны от врагов. Мы завершаем эру бесконечных войн». Конец цитаты. Трамп также заявил, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Цитата. «Мы не полиция этого мира, но пусть наши враги знают, что если нашему народу угрожают, мы никогда не будем колебаться». Конец цитаты. По словам президента США, теперь с этой ситуацией должны справляться Турция, Европа и Россия. Первый на призыв справляться с этой ситуацией отреагировала Турция, вторгнувшись в Иракский Курдистан и атаковав позиции рабочей партии Курдистана. Китайская Народная Республика решила попробовать на зуб главного стратегического союзника США в регионе – Индию. Впервые за 45 лет в районе спорного высокогорного участка индо-китайской границы в провинции Ладакх произошли боестолкновения между военнослужащими обеих стран. Жертвы есть, но информация по ним противоречива. Наиболее эффектный праздник непослушания в честь ожидаемого ухода мирового жандарма на пенсию устроил Пхиньян в Зарваав 16 июня промышленный комплекс в демилитаризованной зоне, где располагается совместный офис связи Сеула и Пхиньяна. Верховная информация по северной кореи сообщила о полном разрыве всех линий связи с югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран. Это стало ответом на акции беженцев из КНДР и южнокорейских активистов, которые регулярно запускают из демилитаризированной зоны на северную территорию агитационные материалы с помощью воздушных шаров. Кроме того, во вторник Генштаб Корейской Народной Армии сообщил о проработке планов по введению северокорейских войск в демилитаризованные зоны. Кесон, расположенный менее чем в 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на юг в случае начала военных действий. Военные эксперты считают, что без помощи США Северная Корея захватит Южную за неделю. Но если все упомянутые страны реагировали на абстрактное заявление Трампа, то Берлин комментировал вполне конкретные шаги. Вывод четверти воинского контингента США из Германии и обещание сократить его наполовину. В рамках чисто трамповской логики. Берлин тратит на оборону 1% ВВП, а не 2%. Значит, и США сократят половину своего контингента. И здесь Берлин огрызнулся. Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хаббер сделала весьма резкое заявление, хотя и в рамках дипломатических норм. «Американские войска присутствовали не для защиты Германии, они присутствовали для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии». Конец цитаты.